Мы собираемся на всероссийский финал турнира «Кожаный мяч по футболу». Турнир будет проходить в городе Ейске, Краснодарский край, период с 9 по 17 сентября. Ну, скажу честно говоря, я еще не со всеми соперниками знаком, потому что там будет очень много команд, которые будут разбиты на 10-12 групп, где-то каждые по группе по 4-5 команд. Кстати, сегодня «Жереговка» проходит как раз. Команды из разных регионов России, все чемпионы своих регионов, Бурятии, Калмыкии, Поволжье, Урал, все эти команды будут там. Мы всегда рады любому сопернику, и если соперник именитый, это для нас только делает честь, и мы как-то больше мотивированы будем в игре с таким соперником. У нас есть опыт участия на турнире в Москве, где тоже будут участвовать сильные команды, такие как «Локомотив», «Москва», «Волгарь», «Газпром», «Астрахань». Вот поэтому мы готовы к любому сопернику, и постараемся достойно себя проявить любое игре. Значит, у нас команда «Скиф» – мальчики в основном 2006-2007 года рождения, так как это турнир среди мальчишек 2006-го, то есть мы имеем право заявить 2006-й и младше, но не старше. Ну, так как получилось, у нас команда наполовину состоит из мальчиков 2007-го года рождения, ребятам младше, им, конечно, чуть сложнее конкурировать с ребятами, которые постарше нас. Но, тем не менее, эта же команда на правах победителя турнира «Локобол» очень хорошо себя проявила в городе Барнауле, мы заняли там третье место по себе. Это впервые был такой успех у Тверинского детского клуба. У нас клуб относительно молодой, мы существуем год и два месяца, как год назад я создал клуб, детки пришли, и вот работаем, стараемся. Профессиональной части? Ну, я уже 4 года работаю в Туэ, вот, мне очень нравится здесь природа, люди. Больше всего мне, конечно, импонируют это дети, которые полюбили футбол, которые с удовольствием ходят на тренировки, стараются, вникают и понимают все требования, которые им предъявляет тренер. За этот период мы добились значительных успехов в детском футболе. Мы часто выезжаем, участвуем в межрегиональных турнирах, в Акасии, ну, были и подальше, но в разных тоже регионах России. Вот, больше всего меня привлекает, это способность детей и любовь к футболу. Ну, образование у меня высшее специальное, я заканчивал университет, факультет физгоспитания и спорт по специальности, тренер по футболу. Вот, а приехал я к Сприднестроге. На соревнования поедет нас всего 12 человек, трое, которые не прибыли, это наши самые пунктуальные, ребята. Ну, знаете, шансы, это не совсем, как бы, такой точечный вопрос, перспективы, может. Ну, я отвечу так. У нас есть определенные задачи на этот уровень. Задача номер один, это глобальная задача, показать, что у нас в Республике Това живет футбол. Что мы не просто приехали отбыть номер, что у нас есть дети, хорошие дети, способные дети, которые с пониманием относятся к этой игре, стараются. И чтобы на нас обратили внимание, что туинские дети, они по-своему способны. Есть некоторые качества, которые у них наиболее, даже лучше развиты, чем у остальных ребят. Вот. Показать, что мы футбольный регион, и что мы умеем играть в футбол. Хотим и будем. И любой команде, которая будет играть с нами, легко не будет. Мы постоянно, это для нас, как бы такая, немножко некомфортабельная проблема. Мы вынуждены, как частный клуб, всегда арендовать либо спортивное помещение, спортзал, либо стадион, пятилетие Тувы. Вот. Если бы нам кто-то помог бы с этим вопросом, было бы замечательно. Я хочу обратить внимание, что проявил большой интерес и оказали нам некоторое содействие компания ТВА «Связь информ». Вот. Как бы мы хотим поблагодарить, что они откликнулись. Но в целом, в основном, нас, конечно, поддерживает и Федерация, и Министерство спорта. Спасибо им. Но, тем не менее, здесь надо огромную долю благодарности высказать в адрес родителей. Родители практически все расходы покрывают.